Комментируя в Брюсселе сентябрьскую встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и членство Украины в НАТО, Владимир Зеленский заявил, что Будапештский меморандум, который подписали лидеры ядерных государств, не стал для Украины защитой от российской агрессии. Кто из этих больших стран всех ядерных государств пострадал? Все? Нет. Одна Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет. Одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина. И у нас получается так. В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал, какой же выход? Либо Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита. Либо мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов. Страны НАТО сегодня не воюют. Поэтому Украина и выбирает НАТО, а не ядерное оружие. Я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал, у вас справедливые аргументы. Сразу после заявления Зеленского немецкий таблоид Билд со ссылкой на анонимный источник написал, цитирую, Украина способна восстановить свой ядерный арсенал через несколько недель. В МИД Украины незамедлительно опровергли фейк о том, что Киев якобы планирует разрабатывать оружие массового уничтожения. Это Москва занимается ядерным шантажом. Россия обещала уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а потом напала на нее. Украина была и остается преданным участником договора о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений договора о нераспространении ядерного оружия и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения. В отличие от России, Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными акторами. Георгий Тихий, спикер МИД Украины, на официальном сайте МИД Украины. В тот же день в Брюсселе на пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рюте президент Украины подчеркнул, Киев не намерен восстанавливать ядерный арсенал. Единственный верный шаг на пути к прочному миру – вступление Украины в НАТО. Украина действительно заслуживает стать 33-м членом НАТО. И мы сделаем все, чтобы стать членом альянса. Вот почему первым пунктом в плане победы является приглашение в НАТО. Украинцы продемонстрировали, что мы способны защитить общие ценности, и мы стоим против России, самой большой угрозы Европе и глобальному миру. План победы Украины состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений, доступных только союзникам Киева. Приглашение Украины в НАТО – первый пункт этого стратегического документа. Сейчас речь идет только о приглашении Украины в НАТО. Это не вступление. Это приглашение. Еще перед Вильнюсским саммитом НАТО в прошлом году возникла такая формула. Это было предложение Украины. Сначала приглашение, но с отложенной датой. А само вступление будет после завершения войны. Это был компромисс. Потому что очень многие страны НАТО, конечно, опасаются войны с Россией, опасаются ядерной войны. И для того, чтобы снять эти опасения, предлагался такой компромиссный вариант. В штаб-квартире Альянса считают, что Украина уже ближе к членству в НАТО, чем когда-либо. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютес заявил, скорее всего, Украина станет следующим членом блока. На данный момент кажется, что это будет Украина в качестве 33-го члена. Но, возможно, перед ним появится кто-то еще. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. 17 октября в Брюсселе президент Украины принял участие сразу в двух важных встречах. Саммите Европейского совета на уровне глав государств и правительств ЕС. И встречи министров обороны стран-членов Североатлантического альянса. Владимир Зеленский представил партнерам план победы Украины и обсудил с ними поддержку Киева и будущее Украины в НАТО. Продолжение следует... Продолжение следует...